всем привет это девятая часть большого цикла который посвящен созданию собственного каталога на примере шаблона микросервиса в этом видео мы будем делать большой рефакторинг ну а также поговорим зачем нужны накид пакеты на самом деле вот сейчас выглядит наш проект примерно вот таким образом есть какие-то папки которые мы говорили раньше контроллеры специализированные образом вот есть какие-то контроли контроллер и специальные а в этой папке собран общий функционал используется всех контроллерах у нас существует также существует под ключ который также существует какой-то общий функционал который используется во всех как то есть вы не поверите но существует папка менеджер в которой собственно говоря то же самое ну и дальше у нас есть еще и валидаторы которые тоже есть базовый функционал и даже есть view model который имеет общий один класс называется view model base так вот ну чтобы не быть голосом скажу следующее смотрите когда вы используете шаблон 1 и у вас будет допустим один проект тогда все введение новое введение функциональности которую будете включать в базовые классы функционалом от вас собственно границу не потребует не потребует увидеть работать с этими классами создавать и если у вас будет один проект собственно гранич не произойдет никаких проблем другое дело что у меня то есть я делаю как бы ни один проект так получилось что их несколько я использую один тот же функционал в разных системах разных платформах разных проектах более того смотрите ну вот на простом примере да если поговорить зачем нужны зачем нужны многие пакеты и скажу следующее когда там когда разработка не понимала или даже не знала рассказать или не так явно была выражена в разделении на части ну то есть микро сервисную архитектуру то ну например ида допустим вам давайте сразу на пример допустим у вас есть какое-то приложение какой-то организации 8 работа не в организации которая сказала сделал вам заказ изготовить приложение которое называется телефонный справочник ну собственно время там сложного нету давайте пойдем по простому варианту допустим у вас есть справочник в нем есть сущность person который не отчетные классный ну то есть фамилия имя отчества там эйдж допустим телефон ну и адрес дать текстовая все это текстом забивается за исключением эйджа в смысле возраста собственно говоря вы компилируете и у вас получается приложение вы делаете инсталляшку или так просто кидаете ссылку в локальной сети на нее и у вас пользователи в вашем предприятии где там какое-то количество человек начинает использовать ваше приложение как бы никаких проблем второй вариант что вам по стечении работы на этом проектом задается новое задание где вы пишете уже ну где вы уже допустим пишет вам crm да то есть управление пользователями ну и суть в том что у вас опять потребность в том чтобы создать фамилии имя отчество какой-то класс первый вариант ну не заморачиваться да то есть создать отдельный класс в отдельном проекте такой же лидер скопировать поменять namespace и собственно говоря вы тоже имеете право это делать ну и откомпилировать выложить в интернет или там локальные сети пользователи начнут им пользоваться чудо и красиво все вероятность того что вы по три что вам потребуется использовать те же самые классы в разных приложениях но на самом деле невелика потому что это разные приложения они существуют отдельно несут разных функционал более того внося изменения в один например в телефонный справочник и добавив там систему адресную то есть то нет гарантии вам потребуется то же самое вводить в crm системе таким образом вот обязательность выноса так сказать в отдельную сборку класса person который нужно использовать в обоих проектов ну как бы она отсутствует другой стороны смотрите когда мы зарабатываем микросерверсную архитектуру и тут все меняется меняется настолько все и сильно что такое понятие как nugget пакет на самом деле сильно-сильно упрощает жизнь во первых nugget пакет nugget вообще nugget это nugget.org это официальный ресурс нагетов которые в интернете хранят общие сборки для разных вот пакетах да то есть если вы сделали опять же телефонный справочник и допустим crm то вы класс person вынесите в отдельную сборку это будет какой-нибудь там отдельный делик проект вот завернете его в специальный формат который называется nugget пакета публикуете в интернете или там на локальном внутреннем сервере который тоже может поддерживать принцип обновления через nugget и сможете использовать эту сборку в двух проектов просто будете менять версии обновлять их соответственно в общем то вот вот это вот на самом деле я пытаюсь сейчас сделать то есть я уже создал nugget пакеты которые имеют общий функционал который мы сейчас посмотрели то есть базовый так называемый да ну и собственно говоря почему это потребовалось я пишу некоторые системы микросервисов там по работе можно сказать да и у меня вот этих вот микросервисов уже там определенное количество и вносить изменения в каждый из них там перенося одно и то же но на самом деле как бы ну глупо да вот поэтому я вынес это все в отдельные сборки и теперь такое понятие как обновление нет фреймворка мне принципе уже не требовать но я имею ввиду нет фреймворка который вы сейчас поймете я nugget пакеты просто назвал фреймворками давайте собственно говоря вот эти пакеты прилепим на вот эту на наш этот каталог вы принципе можете этого не делать но тогда за всеми изменениями вам будет достаточно сложно следить если я буду вносить изменения в какой-то базовый каталог то вам в какой-нибудь базовый nugget пакет то единственное что вам придется сделать это нажать кнопку обновить в крайнем случае реализовать все самостоятельно тем не менее у вас все классы есть и вы вправе поступать так как вам хочется так давайте переключусь visual studio так и так вот наш проект каталог вот собственно говоря наши базовые там всякие базовости если хотите так есть модул а ну в общем-то я создал два пакета давайте начнем от ой что-то еще функционер сам не понял что давайте начнем с того что вот паки проект . модул обновим потому что я все базовые штуки вот эти вот которые находятся в папке base я вынес в отдельный пакет я их использую других проектах поэтому ну так удобно на самом деле мне тут достаточно много пакетов найдем правильный он называется бонга энтитис бэйс вот вот этот вот пробовал пройдите бэйс содержит как раз вот эти вот файлы но еще панком кое-что установлю отлично теперь папку бэйс политический раз и убить можно проверить да вот у нас теперь ссылка является на пакет сейчас мы вот эту штуку отсюда удалим обновим категория ну и получается что все вот у нас категория локса продукт они уже всылается ну а 86 ошибок это хорошо и замечательно у меня есть кнопка закрыть все там теперь сделаем практически то же самое но немножечко по-другому нужно для веба смотрите у меня есть ноги порк ресурс здесь и напишу в очередной раз теперь нужно найти а смотрите что у нас здесь один момент надо отставить это все пока отключить и удалить я обычно всегда ставлю удаление обновления все сразу да и на самом деле это решает большое количество проблем но здесь на самом деле все обновления нужны и давайте их просто установлю привык какое-то времени вот но и чтобы занять время на самом деле часто спрашиваете меня ну пользователи так пакеты обновлены теперь собственно мы можем переключиться и посмотреть чтобы у нас бонгой здесь у нас на самом деле чуть много пакетов уже и смотрю так у нас используется вот у нас используется нет вот легко проверить на самом деле вот у нас используется нет вот а вот для него да смотрите у нас используется в нашем в этом вот шаблоне которым есть авторизация используется не тувор также есть еще такой же пакет где не используют identity там есть просто вот юнит ворк ну через аббревиатуру я сделал оба пакета и для этого и для этого варианта чтобы на самом деле было можно использовать и там и там я в дальнейшем их конечно склеив кучу есть и другие руки опять же но пока это вот разный пакет пожалуйста не ошибитесь есть унитворка есть унитворк фреймворк я сейчас ставлю пакет кстати должен показать зависимость этот момент так вот юнитворк и вот интити бейс да все правильно так теперь получается что у нас пакеты все установлены теперь нужно сделать основное да и вообще все что нужно это удалить и ради чего в интерфейсах мы удаляем фактор из мы говорим как-то или по-русски дальше у нас есть менеджеры мы говорим их у них а смысле базовой реализации в коре парам я их тоже перенес пакет можно их валидаторах базовую штуку и вот этот вот моду можно удалить до удалился но теперь у нас еще больше ошибок уже гораздо интереснее но теперь нам нужно сделать следующее смотреть я во первых вот все что вот с базовым моделями связано ездил штуку решет может я в этом проекте ее почищу автоматически и сразу если вы не пользуетесь решаттером я вам очень рекомендую все-таки начать им пользоваться ибо он сохраняет большое количество времени так у меня здесь кнопка закрыть все еще 138 ошибок ну вот 137 сейчас они начнут уменьшаться с геометрической прогрессии вот так я буду использовать урок потому что мне с ней удобнее вот смотрите первая проблема ну даже не проблема первое что нам придется реально сделать поэтому контроллер теперь принимает не просто набор от этих параметров да я понимаю их много и тут как бы вопрос сказать но максим он говорил что если у вас слишком много зависимости это плохо есть тут на самом деле эти зависимости все вливается это да это безусловно лох вернее звучит определение таким образом если у вас три зависимости вливается это нормально если 4 будьте внимательны если 5 спрашивали ваша система что-то не про ищите точки оптимизации в общем то я обязательно пока я буду заниматься потому что оптимизация преждевременная как говорил опять же марк симон это путь провалу поэтому давайте сделаем сразу здесь у меня обязательно нужно ввести аппликейшн текст потому что он должен быть здесь если мне теперь появляется очень крутейший юзер что это как раз то что помогло то что позволило вынести в nugget пакет сборку потому что нужно было как-то завязаться на нее а вот теперь у меня сигнатура правильная и он автоматически мне подсвечивает правильную реализацию я отсюда делаю вот таким вот образом на самом деле это не нужно нет это дело извиняюсь не то я делаю я просто хочу нам не дает что-то еще мешается да конечно может потому что у меня не во всех и модулах опять же вот есть ссылка на новую сборку оружие является во фреймворке лежит на гипотеде вернее сейчас мы еще есть теперь вот теперь у меня решат посвятил уже то что этот является уже наследником то есть уже рабочий вариант ну в общем то теперь мне тоже самое предстоит сделать и со всеми остальными я опять же напишу плетейшим до контекста литейшин юзер и запятая плетейшин ролл и перемене это уже наследник опять же чтоб не изобретать велосипед я вот еще тут посмотрю что мне не хватает и заодно сразу же оставлю необходимые зависимости в основных модулах у нас тоже имеется зависимость лишнюю что и даже получается я он 4 закроет приложение вот теперь у нас готовы использовать весь я обычно делаю чтобы конструктор всегда был наверху так у нас осталось 70 дней ошибка но здесь у нас уже все проще здесь нам потребуется припишем до контекста здесь опять же аппликейшин юзер здесь аппликейшин ролл теперь это наш фреймворк здесь удаляю омолчание и создаю новый так что еще осталось еще что тем ошибок лишние по удаляем опять же теперь нам останется здесь внимательно валидейшин контекст не знаю как мне получается угадывать его то есть угадал использование этого фаска в двух сборках и в автоматере и вот валидейшин контекста конечно этому внимательно выбираем валидейшин контекст для нашей реализации здесь у нас антите менеджера удаляем лишние дальше альт валида тоже нажимаем не решат первый раз парсит в смысле подключит namespace нужный старый namespace удаляем здесь и модуль фэкторе здесь можно сказать удалить во коллекте старые namespace ненужные надеюсь что он это сделает быстро видимо получилась следующая ошибка вот это что у нас это entity manager хорошо это что у нас уже что-то там ой что-то никто нажал ага вот здесь у нас permission result мы его тоже подключаем из сборки смотрите у нас все меньше и меньше ошибок это не может не радовать очень легко и просто подключается ну за удивление красиво еще в модуль бэйс тот самый теперь он другой сборки используется так а здесь у нас по моему ну во первых виджетиста нашла здесь видимо аппликейшн дбк текст запятая аппликейшн его за запятая террически сюда нужно новый параметры покинуть я вот чтобы это за меня делаешь а это рутина она мне не нравится но видимо все 2 сохраним все кнопку закрыть все файлы запустим проверим что работает да пока что запустился старый запроем мы видим новую версию ох ну давайте для для приличия поменяем альфу на альфа-1 это делается в этом в этом вот месте это мы свагере делаем вот большое переименование вот допустим еще раз закроем отлично давайте проверим что у нас все работает теоретически ничего не должна была сломать потому что мы весь функционал просто вынести в другую сборку но и установили через на гип-пакет да вообще туда работает давайте посмотрим список всех список всех категорий вот что-то здесь пошло не так а ну да не пугайтесь это дело в том что page-index нужно указывать page-size нужно указывать то есть page-size по умолчанию раньше представлялся 10 нужно указывать то есть вы можете в параметрах установить 10 и тогда вас не будет ошибки если же отсюда убрать ну вот просто оставить на новый площадь пишет есть 1 page-size должен быть больше чем 0 ну это новая версия и сборку мы подключили они вот требуют такую новую штуку ничего страшного не случилось просто оставляет значение или помолчание перед тем как все завершить контроллер допустим у нас сейчас мы допустим и джек лист вот кори парам посмотрим где он находится до совершенно верно влежит сборку мы теперь его делаем у нас кори парамс нужно было остаться в инфраструктуру и скажу дефолт парамс пусть называется так и он естественно будет наследником и здесь я скажу что у меня page-size равен 10 ну и хватит вот рекорд и а мой собственный сниппет который уже рассказывал здесь у нас использовать в общем теперь если я горе оставлю сюда вот дефолт вот дефолт дефолт пейджет из кури парам тоже его назвал там и может короче нажать лево создал ты вот и теперь ну можно так у всех конечно сделать ну я вот на контроллер проверю что это не работает вот и теперь говорю ну мне нужно призываться само собой прикрываем стоп категории выйдет из края ну больше того как приговорился работа здесь окну наверное данные наверно на этом все это был большой рефакторинг комментируйте пишите спрашивайте если что-то непонятно я еще раз покажу расскажу и в общем то спасибо что смотрите и комментируете его доброго